Всем привет и добро пожаловать на мой канал EnslipPlay. Сегодня я буду находить все секретки и пасхалки по вашим комментариям. И кстати, это уже вторая часть, а первую часть вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Первое. Если мы подойдем к Капитулсу, то Барен не будет на него смотреть так же, как на медведей. Вот тому пример. Смотрите, видите? Мы встаем напротив Капитулса, но Барен смотрит на медведей. Или, допустим, мы подойдем к брату Капитулса и встанем на него смотреть. Он, да, смотрит, потому что мы повернулись, но если мы повернемся, допустим, вот так, он не будет на него смотреть. А если мы так же боком повернемся, допустим, к медвежонку, то Барен все равно на него смотреть будет. Второе. Если спугнуть птиц, то они улетят и от них на земле останется тень. Третье. Благодаря камню можно сломать забор. И сейчас я вам это покажу и докажу. Смотрите, разворачиваемся, заворачиваемся и вуаля! Забор сломан. Дальше. Забор сломан. И вот так вот мы работаем дальше. Четвертое. Это домик с картой, который располагается возле платформы с аркадным миром. Немножко обойдем и найдем вот такую карту, на которой есть красный крестик, который обозначает местонахождение спрятанного стикера в Бимотепской пустыне. Мы встаем на этот угол, прыгаем ААБ и находим спрятанный стикер. Кстати, вот примерное расположение этого домика. Там у нас оазис, справа у нас Пизанская башня, а еще правее пирамида. Пятое. Как многие уже заметили, в центре есть домик с открытой дверькой. И если мы туда зайдем, то мы окажемся в гигантском доме. Но только в этом случае гигантами будем мы, а не дом. Это, кстати, на самом деле гигантский домик. К сожалению, мы не можем зайти в ванну. И некоторые предметы здесь расположены совершенно не так, как они расположены были в оригинальном гигантском доме. Но да не суть. Кстати, если мы еще спустимся и зайдем под лестницу, то мы окажемся в комнате с хромакеем. И там мы будем уже обычного размера. Вот, видите? Кстати, еще здесь есть такие вот прекраснейшие хромакейские кубики, которые, оказывается, можно передвигать. Я до этого этого не знала. Шестое. Вы писали очень много комментариев про то, что в Бемотепской пустыне есть ворота, в щелях которых можно увидеть пасхальное яйцо. Так вот оно. Кстати, такое пасхальное яйцо мы можем найти еще в одном месте. А именно, в лобе пустыни Бемотеп за одной из колонн. И вот оно, маленькое крохотное пасхальное яичко розового цвета с какими-то желтенькими полосочками. Красивое такое. Восьмое. Проверка наличия пурпурного меда у пчел. И сейчас мы это узнаем, правда или... Нет, это неправда. Девятое. Песчаный игл в пустыне Бемотеп. Ну а десятое. Можно засчитать поезд из альта, который находится внутри нее. Самое интересное, почему этот поезд не тает и почему вода из игл не вытекает. Одиннадцатое. Возле песчаный игл есть вот такое вот здание с картой, на которой отмечен красный крестик. И этот красный крестик указывает на местонахождение спрятанного стикера в снежной долине. Нам нужно сначала избавиться от этих надоедливых оленей. вот так вот, а затем встать где-то вот здесь и нажать ААБ, и появится спрятанный стикер с пингвинчиком Fly! Летать! Вы нашли спрятанный стикер. Кстати, меня многие спрашивали по поводу вот этой пещеры возле логова оленей, и единственное, что я могу сказать, туда никак не попасть. Хоть прыгайте, хоть не прыгайте, хоть ищите обходные пути, вы нигде ничего не найдете. К сожалению. Хотя я бы тоже хотела туда попасть и посмотреть, что же там. А еще многие из вас писали, что все-таки золотой квадроцикл намного быстрее красного, и сейчас мы с вами это проверим. Также, знали ли вы, что все стикеры, которые вы находите, появляются в центре? Вот, например, стикер Fly! с пингвином, который мы нашли в снежной долине, появился возле входа на эту локацию. А еще сейчас мы проверим, правда ли, что пушкой можно управлять. Итак, залазим внутрь, вуаля! Аккуратненько. И, кстати, на самом деле появился джойстик, который мы можем, скорее всего... Да! Пушкой можно управлять! Давайте настроим ее, допустим, вот так, и нажмем букву B. И... Да! На самом деле мы теперь почти... Ну, почти долетели! Просто об картины похожи, да? Да! Там была картина. В прошлом видео я спрашивала, чья же это тень, и вы все дружно ответили мне, что это тень Рика из Рик и Морти. Давайте сравним, похожи они или нет. Так-то похожи, но все-таки какие-то различия имеются. А еще я спрашивала, откуда же фраза Вакейки Зелэшта переводится как Торт Лош, и вы мне сказали, что она из игры Портал. Давайте тоже проверим. Честно сказать, я не нашла момента, где говорится про Торт Лош, но нашла несколько фрагментов фотографий, поэтому смотрите. В общем, как я поняла, это мем, но если вы никогда не играли в Портал так же, как и я, то вам будет непонятен сюжет, а, соответственно, и сам мем. На этом, я думаю, пора заканчивать видео, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Также не забывайте оставить свои комментарии, ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока!